МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Ребята, сегодня у нас с вами финал. Это значит, что буквально через несколько минут мы узнаем, кто же станет победителем второй битвы в стране безопасности. Сегодня вас ждут нелегкие испытания. Но прежде чем приступить к ним, я предлагаю посмотреть, чем же закончилась борьба вчера. События в третьем конкурсном дне начали развиваться еще стремительнее. Хотя эта скорость в основном заслуга Романа. Он же вносил дополнения и изменения в уже существующее правило дорожного движения. Что можно высовывать в окно машины во время движения? Флаг! Полина осталась верна своей тактике. Играла спокойно, вдумчиво, с ответами не спешила. И это принесло свои результаты. Перед финальным боем Рома впереди только на два очка. Я победил. Ну что же, по итогам предыдущих трех дней у нас лидирует с небольшим отрывом Роман. У него 21 фишка. И чуть-чуть от Романа отстает. Полиночка, у тебя 19 фишек. Но радоваться Роман и огорчаться Полина пока еще очень рада. Еще у нас впереди целый конкурсный день. И я предлагаю приступить к первому испытанию. Вы готовы? Да! Вы помните, что тема наших соревновательных дней – правила дорожного движения для детей. Будет сегодня не исключение. И первое задание. Я задаю загадку, а вы отгадку приносите мне на картинке, с доски снимаете. Правильно? Да. Ты хочешь быть первым, Ром? Хорошо, ты первый. Ребят, поскольку сегодня финал, у нас ставки растут, страсти накаляются. Поэтому за один правильный ответ в финале вы получите целых две фишки. Не одну, как раньше, а две. Так, первый у нас Рома. Рома, первая загадка. Слушаем. Никогда я не сплю, на дорогу смотрю. Подскажу, когда стоять, когда движение начинать. Кто это? Грязчик. Ромочка, ты принес регулировщика, но ты знаешь, немножечко ты ошибся, потому что это не регулировщик. Здесь же сказано в загадке, что никогда я не сплю. Ты думаешь, что дяди регулировщики никогда в жизни не ложатся спать? Спят, конечно, поэтому ты ошибся. Ты, Полиночка, поправишь? Знаешь? Светофор. Светофор, правильно, неси сюда тогда, светофорчик к нам. Ну что ж, раз за правильный ответ мы обещали две фишки, а Ромочка неправильно ответила, поправила его Полина, значит, Полина получает одну фишку. Поля, держи. Клади в свою коробочку. И я. А ты, Ромочка, слушаешь вторую загадку. Поля, возвращайся быстрее. Ром, слушай. Тут машина не пройдет. Главное здесь пешеход. Чтоб друг другу не мешать, нужно справа путь держать. Поля, ты молчишь. Нужно справа путь держать. Ах ты мой хороший, что ты здесь отгадку мне на эту загадку какую-то даешь? Что здесь? Здесь нельзя ехать прямо. Нет, одним словом, тут машина не пройдет, главное здесь пешеход. Чтоб друг другу не мешать, нужно справа здесь шагать. Надо ехать прямо. Ромочка, нет, ты немножечко ошибся здесь снова. Почему? Потому что речь шла. Поль, может ты поправишь Рому? Чтоб друг другу не мешать, нужно справа путь держать. Посмотри на наши рисунки. Да, нет? И все, чтобы мы закрыли вопрос. Не знаешь ответ? Значит, никто не получит фишку. Ребят, правильный ответ здесь тротуар. Нужно справа путь держать. Мы же в предыдущей передаче с вами у тети Кати выяснили. Она нам объяснила, что нужно идти справа по пешеходной дорожке по тротуару. Так что не дам никому фишку. Поль, теперь твоя загадка. Слушай внимательно, она такая длинная, интересная. У строителей в почете этот умный грузовик. Он почти всегда в работе. Отдыхать он не привык. Привезет и сам разгрузит щебень, гравий и песок. А потом спешит обратно, как бы ни был путь далек. О чем речь в этой загадке? О новой, Поль. Что это, Поль? Грузовик. Да, грузовик можно еще назвать самосвал. Поля, твои две фишки. Ром, во-первых, у нас еще испытания не закончились. А во-вторых, у тебя же было больше изначально. Поэтому, что это ты уже быстрее приуныл? Ничего подобного. Еще впереди возможности много заработать фишку. Поль, последняя загадка для тебя. Вот дорожная загадка. Как зовется та лошадка, что легла на переходы, где шагают пешеходы? Как зовется та лошадка? Ну? Зебра. Зебра. Умничка. И две фишки снова отправляются в твою коробочку. Держи. Ребят, итого, сколько мы заработали в этом туре? У Ромочка у нас ничего не зарабатывает. Поле в этом испытании заработало пять фишек. Первый раз, когда помогла Ромочке одну, и по две в остальных. Поэтому пять было у тебя девятнадцать, плюс пять – двадцать четыре. Ребята, сегодня мы будем говорить о тех людях, чья профессия помогает избежать аварий на дорогах. Это регулировщик. Интересно знать, что о регулировщиках знает тетя Катя. Ребята, здравствуйте. На улицах нашего города вы не раз видели человека в форме ГАИ. Чаще всего они стоят на обочине проезжей части и слезят за тем, чтобы все водители соблюдали скорость и не нарушали правила дорожного движения. А иногда они стоят на самой проезжей части в центре перекрестка и регулируют движение. Размахивают руками жезлом и свистят свисток. Как вы думаете, для чего они это делают? Ну, Полин, отвечай ты, Рома, пока подумает. Чтобы люди знали, когда можно переходить дорогу, а когда нельзя. Правильно, молодец. Такой сотрудник ГАИ называется регулировщиком. У него специальная экипировка, жезл и свисток. Это очень важная и ответственная работа. Как вы думаете, кто главнее? Светофор, регулировщик или дорожный знак? Как вы думаете? Регулировщик. Правильно, регулировщик. В случае, если на дороге работает регулировщик, то надо выполнять его указания, несмотря на дорожные знаки и светофор. Если бы все было в порядке, то и регулировщика не было бы. Понятно? Да. Понятно. Сегодня я не буду вам задавать вопросы, но обязательно запомните, о чем мы говорили. Вдруг на эти вопросы вам придется отвечать в самом конце финальной игры. Сегодня мы с вами выучим два сигнала регулировщика. И вы мне в этом поможете. Вставайте. Итак, первый сигнал. Правая рука вытянута вперед. Пешеходам разрешено переходить проезжую часть дороги за спиной регулировщика. И второй сигнал. Рука поднята вверх. Это значит, что движение пешеходов запрещено во всех направлениях. Запомнили? Молодцы! А я прощаюсь с вами. Желаю вам победы в финале. Успехов в учебе и безопасности в жизни. У меня для вас есть несколько вопросов. И от того, как вы ответите на них, будет зависеть итог нашей всей битвы, этой недели. Итак, один вопрос, загадка у меня будет. И за правильный ответ я буду давать вам не две фишки, как раньше, а целых три. Кто будет первым? Полина будет первым? Хорошо. Полин, слушай, первую загадку для тебя. Кто контроль осуществляет, правила не нарушает, за движением следит, если надо, пожурит? Милиционер. Легулировщик. Полиночка, ты молодец, ответила верно. И поэтому три фишки, как и обещала, я вручаю тебе. Так, две. Еще одна. Три. Держи. Так. И еще одна последняя загадка для тебя, Полин. Две дороги долго шли, и друг к дружке подошли, ссориться не стали, пересеклись и дальше побежали. Что это за место? Всем нам интересно. Зебра. Зебра. Нет, это неправильный ответ. Полиночка, Ром, может быть, ты ответишь? Если хочешь, я еще раз повторю. Две дорожки, когда идут, встречаются, а потом дальше продолжаются. Как называется это место, где встречаются дороги? Не знаешь? Подземный переход. Ребят, это называется перекресток. Перекресток, когда вот так вот дорожки встречаются. Знаете же, видели в городе такие места? Будете знать. Ром, ну теперь ты борешься за свои фишки, твоя загадка. Слушай внимательно. Это что за магазин? Продается в нем бензин. Вот машина подъезжает, полный бак им заливает. Завелась и побежала, чтоб другая подъезжала. Заплавка. Умничка, заправочная станция, заправка. Три фишки заработал. Угу. Это очень много. Молодец. Держи. Вот видишь, ты пополнишь свою копилку. Одним махом сразу три фишки у тебя. Так, ставь, клади. И внимательно слушай еще одну, последнюю загадку. На обочинах стоят, молча с нами говорят. Всем готовы помогать, только надо понимать. Регулировщик. Регулировщик. Молча с нами говорят. Молча с нами. Что-что, Ром? Что-что, Ром? Милиционер? Нет, Ромочка, ты ошибся. Может быть, ты знаешь, Полина, ответ на эту загадку? На обочинах стоят, молча с нами говорят. Всем готовы помогать. Только надо понимать. Светофор. Ребята, вы здесь ошиблись. Никто не сказал, не дал верного ответа. А разгадкой на эту загадку являются дорожные знаки. Вот смотрите, у нас здесь в студии сегодня есть целый стенд госавтоинспекции с дорожными знаками. Вот их сколько. Многие, наверное, вы уже знаете из них, что обозначают. Вот, например, вот этот знак, что обозначает? Переходный. Пешеходный переход. Правильно. А вот этот? Велосипед там, где ездят. Да, место, где могут ехать велосипедисты. Видите, сколько вы уже знаете. Так что это были дорожные знаки. Ребята, в целом вы справились хорошо. И сейчас мы с вами можем подвести итог. Кто же стал победителем нашей битвы? У Полиночки... Сколько, Полин, у тебя? 27. 27 фишек ты заработала. А у Романа 24 фишки. На несколько фишечек всего лишь меньше. Но, ребята, несмотря на то, что кто-то из вас чуть-чуть больше заработал, кто-то меньше, вы вдвоем являетесь победителем. Вы вдвоем молодцы. Потому что самое главное в нашей жизни – это безопасность. О которой вы, благодаря участию в этой передаче, стали знать намного больше. Самый ответственный и радостный, и волнительный, и долгожданный момент – это вручение подарков, которые вы достойно заработали в упорной борьбе. Ромочка, это тебе. Поздравляем. А это тебе, Полин. Держи. Ребята, вы большие молодцы. Мы желаем вам успехов и ждем встречи с новыми участниками в стране безопасности. До свидания. Пока. 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 Редактор субтитров А.Семкин